Добро пожаловать в BenchLand! Недавно Intel выпустила новые бюджетные процессоры Alder Lake S и обновила им в том числе встроенную графику. Сегодня речь пойдет об Intel UHD Graphics 710, который будет затестирован в режиме с памятью DDR4, DDR5, а также лютом разгоне с чиллером на DDR5. Стройка базируется на архитектуре Gen12, она же известна многим как XELP. То же самое мы могли видеть в ноутбуках с чипами Iris XE и доступных процессорах архитектуры Rocket Lake. Их главная фишка – возможность выдавать картинку 4K 60 Гц через HDMI. Если что, у предшественника можно было это делать только в 24 или 30 Гц максимум. Для 60 Гц был нужен дисплейпорт. Теперь максимальное количество подключаемых экранов 4 штуки, а не 3. Максимальное разрешение теперь 8К. Ну и само собой есть архитектурное превосходство в производительности и энергопотреблении. В тестировании приняло участие два стенда. Один на базе DDR4 и чипсета Intel H610. Его характеристики сейчас на экране. Далее, чисто ради спортивного интереса, был задействован стенд на базе чипсета Intel B660 и памяти DDR5. Ставьте видео на паузу, чтобы перечитать инфу. В 3DMark Time Spy встройка выбила 418 очков. Это почти что в два раза больше, чем предшественник UHD 610 или дискретные GeForce GT 710. Но это всё ещё днище. Вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Знаю, расскажу всему своё время. Виной тому около нулевой вычислительный обвес 12888. Это же означает бесполезность снижения разрешения для потенциальной выгоды и сулит большие проблемы со старыми играми прошлого десятилетия, а то и позапрошлого десятилетия. Ну а про драйверы Intel даже упоминать не стоит. Лучше показать это в действии. Это не шутки. Если вы попросите меня описать гейминг на Intel UHD Graphics 710 одним словом, то это будет грусть. Действительно, играбельных игр всё ещё нет. Есть только компромиссная. А разница от использования DDR4 и DDR5 не какущая. Всему виной тому, что у вас нехватка вычислительной мощи, а не попускной способности памяти. Разгон помогает выбить почти что 50% производительности сверху. А значит усилить видеокарту ещё в полтора раза и обогнать Radeon Vega 3 или UHD 630. Но снова-таки не спешите радоваться. На момент начала 2022 года для разгона обязательно нужна платформа с памятью DDR5, что сводит рациональность дуэта с Celeron к нулю. Да и частоты не добавит вычислительного обвеса. Ну а что оно такое на практике, вы сейчас увидите. В целом вас ждёт консольный FPS. Терпимо, кому-то будет достаточно. Слишком частые статоры. Дискомфортно и неиграбельно. Да, встройка запускает Crysis, но статоры отобьют у вас любое желание играть. Несмотря на нормальный FPS, вы скорее всего будете куском мяса. Играть невозможно. Есть глюки драйвера и прошивая производительность. В дота 2 вы скорее всего будете играть роль вагона с таким FPS. Несмотря на почти что ровные 60 FPS, играть затруднительно из-за фризов. играть невозможно. Добавить нечего. А вы думали я только издеваться над ним буду? Да нет, вот существуют игры, которые можно спокойно отыграть и на UHD 710, например, Грис. Идеальная 60 FPS, так что исключение из правил тоже есть. GTA 5 на минималках тащит консольный FPS. Кому-то будет достаточно. Старенький Hot Pursuit страдает от нехватки вычислительного обвеса. В радуге на UHD 710 вы будете мешком с картошкой. Да, современные реалии требуют таких мучений. А вы что хотели? Суперход это игра читер. Как бы она не лагала, вам это безразлично. Играть в Wreckfest затруднительно, но с малым количеством машин сойдет. Резюмируя все вышесказанное и показанное, можно четко ответить. Чудо не произошло. Это все еще обыкновенная встройка класса затычка, чтобы вывести картинку на один или несколько мониторов. В бытовых задачах вроде офисной работы или просмотра 4К ролика, использование браузера, UHD Graphics 710 хватит с головой. Для чего-то большего не надо было покупать Celeron или Pentium. О чем вы блин думали? Настройки одинаково затруднительно играть как в современные нетребовательные игры, так и в старые, а снижение разрешения не решает вопрос из-за малого вычислительного обвеса. Этот же самый обвес также сводит профит от использования памяти DDR5 к нулю. Улучшить ситуацию может разгон, но для того чтобы получить его возможность придется раскошелиться на достойную материнскую плату с внешним BCLK на базе памяти DDR5. Что спровоцирует великого Хидео Кодзиму лично приехать к вам и вручить диплом гения за такую сборку. Бенчи окончены, телеметрия слита. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь этим роликом с другими. До новых встреч в бенчленде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова